Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И сегодня я хочу вам рассказать о палетке Jeffree Star. Новая палетка называется Bloodlast. Кто еще меня не знает, меня зовут Андрей, я мейкап артист и парикмахер... Мейкап артист, визажист и парикмахер. Вот такие у меня есть две палетки. Я вам скажу, почему две. Я их заранее купил специально две для того, чтобы разыграть их на моем канале. Но пока у меня людей очень мало. Я чуть-чуть отодвинул розыгрыш. Я надеюсь, что мы будем расти, у нас будет больше и больше и больше. И начнем разыгрывать на моем канале всякие обалденные вещи. И начнем с... Вот с такой вещи. Я вам... Это просто нереальная вещь. Это Wet n Wild тональный крем. Он такой тонкой текстуры, он чем-то похож на Dior Backstage. Только вот этот более матовый. И он очень-очень классный, держится хорошо. Все очень хорошее. И стоит он 7 долларов, ребята. Вообще обалденно, обалденная вещь. Очень рекомендую. И еще я купил вот такую вот помаду. Это просто нереальная помада. Я вам говорю, она просто супер. Вверх у нее вот такой аппликатор. Он как лепесточек идет, вот длиненый. Я вам покажу так поближе. Мелкие-мелкие ворсинки на нем. Очень легко набирать. Наносит правильное количество продукта на губы. Очень тонкий носик. Удобно прокрасить везде. Просто... Очень тонкая-тонкая нежная текстура. На губах вообще она не чувствуется. Номер 422 называется I Don't. Бомба. Ну давайте не об этом. Мы вообще начали с палетки. Перелег к палетке. У меня их две, я вам как говорил. Но я... Одной уже пользовался, понятное дело. А вторую я оставлю на розыгрыш. Давайте я вам расскажу о самой палетке. Вот так она открывается. Вот так она выглядит. Мне нравится, что здесь Джеффри Старр сказал, когда вы достаете палетку, например, что вот здесь такой есть бампер. У меня я его порвал уже. Вот такой, который защищает от удара палетка, чтобы она не разбилась. Вот так выглядит палетка. Это просто невероятное что-то. Я таких палеток еще никогда не видел. Это такое ощущение, что ты ее вот прям откроешь. Здесь даже такая есть... Знаете, такая вот открывашечка такая, как на дорогих украшениях ювелирных, когда открываешь коробку. Такое ощущение, что это как кортье. Я ее сейчас открою, а там будет такое ювелирное изделие минимум на 15 миллионов долларов с такими бриллиантами. Граф. Ну реально, ребята, это просто бомба. Открываете так ее. И вот так она выглядит. Здесь идет не как тонкая у многих палеток такая вот защита, а то есть такая вот плотная прямо. И вот так выглядит палетка. Просто она визуально нереально. Голос цел. Я не знаю, почему. Кстати, трубочки железные Джеффри Стар тоже. Просто нереально. Я заказывал Beauty Box, Mystery Box, Джеффри Стар. И были там эти трубочки железные. Сейчас в Америке вообще многие, чтобы пластика меньше использовать. Особенно в Лос-Анджелесе, вообще трубочек почти нету пластиков. Если ты попросишь их, тебе дадут их. Но если ты не попросишь, тебе дадут такую. Она как картонная, скорее всего. Такая есть бумажная трубочка. Так что железная. Очень удобно. Дома вообще шикарно. Но не об этом. И вот так выглядит палетка. Вот эта вот окоемка, или как она, фрейм. Я не знаю, как она на русском. Окоемка тоже такое название. Странное. Выглядит просто бомба. Мне нравится это зеркало. Оно большое. Супер. Но вообще, а упаковка, ребят, на самом деле, она вот такое ощущение, что она деревянная. Наверное, она деревянная, потому что она такая тяжелая. Ее нужно реально потрогать, чтобы понять. И замш такой вот этот, или велюр. 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 Не замш, велюр. Просто супер. И в свочах я буду использовать, как всегда, мою любимую кисточку. Это Марк Джейкобс номер 22. И вот такой, чтобы менять цвет, чтобы одной кисточкой попробовать все тени, чтобы было честно, чтобы не разными кистями. Одной кистью мы будем пробовать, потому что у нее плотность. У этой кисточки одинаковая. Понимаете? Разная кисточка, разная плотность наносится. Так что буду все делать одной кисточкой. И так я буду просто ши-жи-жук и все. Это у меня, они везде. Это у меня Sephora Vero Mono. Вот так она выглядит. Но, ребят, она стоит 20 долларов. В интернете такие по 3 доллара на каждом углу. Я вам, конечно, оставлю ссылку. Все в инфобоксе об этом. Так что, не знаю. Они везде одинаковые, что 3 доллара, что 20 долларов. Смысл это тратить деньги. Перед тем, чтобы нанести тени, я нанес тональный, вот такой вот. Потому что вы никогда не наносите тени на, как говорится, на чистую кожу. Вы же не наносите просто, вы наносите праймер или что-то. Я не хочу наносить, что плотно. Я нанес легкий Dior Backstage. Первое, Your Majesty. Вот такой. Он как белый, но такой, не знаю, как сказать, грязно-белый. Какой-то цвет. Вот так выглядит. Это один раз только трогал кисточкой. Ну, я могу вам второй раз, смотрите, нанести. Второе нанесение. Видите, он поярче становится. Он прям наслаивается. Эти тени, что мне нравится в этих тенях, некоторые тени, у них нету такого конкретного яркого цвета, как ты наносишь сразу. Но их можно так наслоить до плотного, плотного, плотного. Они очень хорошо наслаиваются и пигментацию у них я вам потом расскажу. Сейчас все расскажу вначале и не будет интересно в конце ничего. Но единственная проблема, ребята, если вы пьете вот такой вот трубочкой, если вы быстро хотите взять ее, так можно зубы себе вывить. Единственное, что неудобно. Но есть такая вещь, как виниры. Так что ничего страшного. И второй цвет будет Take the crown. У нас будет сегодня урок английского и свой чтеней. Take the crown это будет забрать корону. Вот такой цвет. Он такой металлик, ну просто нереальный цвет. Он металлик, но с таким вот лилак. Такой лиловый. Прямый цвет мне безумно-безумно нравится. Очень красивый. Потом у нас будет надо губы намазать. Губы пересохли, потому что здесь так жарко в студии. Просто невозможно. А помады как всегда у меня нету. Я сейчас быстро вернусь и продолжим дальше. Следующий цвет попробуем Deviant. это отклоняющийся. Наверное отклоняющийся от нормы. Не знаю от чего. Ну не знаю. Вот так вот он выглядит. Он тоже просто матовый, но безумный. Это один раз я затронулся до кисточки просто. Вот до кисточки, до теней. Очень красивый оттенок. Прямо я могу второй раз нанести, чтобы вы видели примерно как он наслаивается. Просто то, что я вам говорю. Очень красиво он наслаивается, становится ярче. Смотрите. Второе нанесение. Видите, насколько он стал ярче? Примерно вы понимали, что очень хорошие тени их можно нанести очень прям легко, чтобы оно было плавно, растушевка. Знаете, как вообще сейчас модно очень, чтобы все было, как говорится, все внимание было на кожу и чтобы тени были просто слегка. Сейчас, например, в Америке это очень модно, чтобы делать просто натуральный, красивый вид. Можно тени, но они или буквально один-два цвета. Реально максимум три цвета растушевка. Или один-два. Но просто плавно-плавно растушевка это очень модно. И следующий у нас будет Beauty Sleep. Beauty Sleep. Спящая красавица, короче. Спящая красавица. Тени. Что мне нравится в этих тенях? Они очень настолько правильно, настолько правильно спрессованы, что если есть тени, например, когда сильно прессуют тени, они, получается, их тяжело кисточкой набрать и нет такого яркого цвета. Но когда очень слабо, они получатся рыхлые и вообще сыпятся сильно. Так что очень правильно. Но когда тени сильно прессованы, они мало дают пигмента. Запомните. Не значит, что тени плохого качества, если не сыпятся. Они, значит, не сильно спрессованы. Это очень важно. Так вот он выглядит, этот цвет. Он просто... Этот цвет нереальный. Beauty Sleep, он как фиолетовый лак, но в то же время зеленое, желтое, золотое. Очень красивый цвет. Прям безумно красивый. Beauty Sleep нереальный. Wet Jewel. Это мокрый, драгоценный камень. Wet Jewel. Давайте сделаем Wet Jewel здесь, чтобы вам было хорошо видно. Но он... Он не сильно пигментированный. Он как топпер больше идет. Он не... Он просто нереальный. Когда вы его наслаиваете, он так переливается. Очень-очень красивый оттенок. Прям безумный. Нужно наслаивать его. Следующий у нас Royal Pain. Это Королевская боль. Боже, у меня на лбу уже столько морщин стало. Я не делаю ботокс. И получается уже зебра. Нужно делать ботокс. Это будет... Кто будет у зебры... Следующий у нас идет Подземелье. Дэнджан. Плотный цвет. Смотрите, как я его навесу. Главное не морщиница. Это не раз с кисточкой. Такой цвет... Я вам передать не могу. Он какой-то темно-темно-фиолетовый, грязный. Какой-то вот он непонятно. Грязный такой оттенок фиолетовый, но безумно крутой цвет. Мне очень нравится. Он тоже, но не один из моих любимых, но будет красиво в уголок в темном. Вот этот цвет. Следующий цвет Scandal Water. Скандальная вода. Не знаю, к чему это, но тут название на самом деле. Я потом вам скажу, там будет пару названий. Такой вот он голубой. Но если сказать про этот оттенок, я не могу сказать, что это один из моих самых любимых оттенков здесь, но есть, есть, но такое. Следующий оттенок у нас Sworn Enemy. Это Заклятый враг. Он такой зеленый. Видите, вот так вот он. Он растушевывается очень классно. Он такой маслянистый. Он такой Hockey Gold. Gold Hockey. Мне он нравится. Если растушевать его, его мне нравится тем, что он растушевывается в красивый... Упс. Все, вода развилась. Ничего страшного, потом уберу главное тени. Он, смотри, я второй раз наношу его, он прямо становится чуть поярче, видите, больше проявляется как золото. Но он просто нереальный. Такой оттенок очень тяжело найти. Он такой Hockey Gold. Просто, просто супер. Если я еще не морщил свой лоб, было бы вообще шикарно. Следующий у нас будет Pink Magic. Это розовая магия. Буду стараться не морщить лоб, у меня потому что и так шарпей уже по полной программе. Розовая магия. Видите, он такой шиммер. Это я один раз наношу, просто чуть растушеваю. Посмотрите, как красиво смотрится. Красивый Pink металлик просто не нравится. Нереальный. И следующий у нас красный оттенок Blinding Heart. Это получается заслепленное сердце. Или как это называется? Вот так он выглядит. Видите, он такой красный на нем. Нарисовано сердечко пробитое копьем. Не копьем, а мечом. Прикольно, мне нравится. Следующий Executioner. это Палач. Черный, но я могу сказать вам, ребят, это один из самых пигментированных красивых черных цветов, которых я встречал. Посмотрите, как он выглядит. Очень красивый оттенок, плотный, и он такими блестками фиолетовыми, красивыми, фиолетовый, может даже как синий, синий фиолетовый, просто красивенный цвет, нереальный. Следующий High King, это Высокий Король, не знаю к чему это, наверное, потому что Джеффри Старр Король, и он высокий, и поэтому этот цвет ный, и Джеффри Старр любит такие розовые оттенки, но это такой пинг, но dirty pink, грязный пинг, такой грязный-грязный пинг. Красивый цвет, конечно, очень красивый, и он такой плотный, он матовый, но очень плотный и красивый. Следующий Vivid Mood, вот так выглядит Vivid Mood, очень красивый, матовый, тоже фиолетовый, прямо пастельный такой цвет, вообще нереальный. Следующий Monarchy, так называется Monarchy, вот так вот он выглядит, очень-очень красивый, топ цвет, такой топ, топ, я не знаю, когда на русском, топ и так и будет, он такой холодный, правильный оттенок, прорисовать складку, красиво, простушевку, просто даже один цвет сделать, просто прорисовать этим одним цветом вашу складку, сверху что-то блестящее, нанести, все, идеальный макияж, очень-очень красивый цвет топ. Я сейчас вам несу второй раз, чтобы вы примерно видели, какое он наслоение, как он темнее, но он просто невероятный цвет, невероятный цвет, красивый, Blood Queen, Королева по крови. Куда же его нанести? Давайте его нанесу сюда, Королева по крови. Этот оттенок мне нравится скорее всего из этой палетры меньше всего. Следующий Wild Serpent, это мерзкий змей, нарисована змея на нем. На самом деле есть такие названия в этой палетке, но не очень такие жизнерадостные и, или как вам сказать, вот такой оттенок, он такой зеленовато-синий, я не понимаю, вон такой, видите, он такой чуть-чуть пятнит, совсем чуть-чуть, но не сильно. И следующий цвет предательство, Betrayal. Фиолетовый я его сделал на носках хайлайта, очень такой мастрянистый, красивый оттенок, фиолетовый. Вот давайте поговорим о палетке и я вам сразу расскажу, что мне нравится в ней и что мне не нравится. Первое, что мне не нравится и что мне в ней не нравится, мне в ней не нравится, мне нравится в ней все. Во-первых, как она выглядит, какая упаковка, это просто нереально, не упаковка, а кейс сам. Он просто супер-супер-супер. И за 18 теней 54 доллара, тут упаковка только стоит, мне кажется, реально, 40 долларов в минимум. Так что я бы сказал, что мне она нравится на тысячу-тысячу процентов. И сами оттенки мне нравятся безумно. И как они спрессованы, качество, все, все мне нравится. Обалденная палетка, очень рекомендую, так что супер-супер-супер. И если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, мне палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, я вас увижу в следующем видео и до скорой встречи. До свидания. И-и-и-и-и-и. Столько и, не важно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok